Добрый вечер. Я Чергей. В эфире второй выпуск программы Гербы городов России. Сегодня первый выпуск. Она выходит по выходным. Наш город сегодня, это город Астрахань. Астрахань расположена в верхней части дельт Волги. Исторический центр города с его памятниками находится на Зайчьем, или Кремлевском, бугре. На месте Астрахани в третьем веке. Стояла древняя столица Хазаров Атиль, или Этиль. В шести веке появился город Белангар, монголы построили здесь город Цитрахань. С 1459 по 1556 годы Астрахань была столицей астраханского ханства. Первое описание Астрахани относится к 1473 году и принадлежит венецианскому купцу Конторини. Он отмечал бедность города, происходящую от того, что ханы приезжали сюда только на летние месяцы и не заботились о его благоустройстве. Тем не менее удобное расположение на перекрестке караванных путей обеспечило городу развитие. Здешняя ярмарка славилась товарами из Персии и Венеции. Присоединение Астрахани к Москве было достаточно сложным. В 1551 году, после покорения Казани Иваном и четвертом астраханский хан Янгурчи добровольно принял подданство русского царя, но через некоторое время изменил свое решение, и Иоанн Грозный послал против него 30-тысячное войско. Астрахань была взята в 1554 году, но вскоре снова вышло исповиновение. Потребовался еще год для окончательного усмирения. Город был укреплен, обнесен валом и палисадом. Для несения военной службы создали гарнизон, состоящий из стрельцов. В 1582 году построили Кремль с восьми башнями. Астрахань укреплялась как пограничный город. Не раз он переживал всяческие беды. Нередко бушевали пожары, случались землетрясения, проходили военные сражения. В 1564 году к Астрахани подступил с войсками турецкий султан Селин. И хотя поход его в целом был неудачным, но бед принес много. В смутное время Астрахань была разорена донскими и терскими казаками в 1605-1606 годах. В 1665 году впервые у стен Астрахани появился Степан Разин, а через два года он взял город штурмом и установил свое правление. В 1692-1694 годах в Астрахани свирепствовала моровая язва, унизшая более 15 тысяч человек. В 1705 году бунтовали стрельцы. В начале 18 века Астрахань укрепляется в военном отношении. Здесь были созданы сильный по тому времени военный флот, а также порт, адмиралтейство и верфи. В 1722 году ее посетил царь Петр. В 1708 году при первом делении России на 8 губерний Астрахань была приписана к Казанской губернии. К середине 19 века это большой город с 46-тысячным населением. В нем имелись три монастыря, 19 православных церквей и 14 храмов иных вероисповеданий. Действовали в Астрахани 8 учебных заведений, в том числе гимназия, семинария, институт для девиц, училищ и садоводство. В городе было более 80 садов и виноградников. Современная Астрахань является одним из крупных центров рыболовства и рыбной промышленности. Развиты также деревообрабатывающая, химическая, легкая промышленность, машины и судостроения. В городе появились высшие учебные заведения, театры, филармония, картина и галерея, историко-архитектурные и другие музеи. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.